МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Карагандинские медики зафиксировали 14 случаев заболевания корию. Это данные с декабря прошлого года. Болеют в основном дети в возрасте до одного года, не имеющие вакцинацию против кори. Около 400 юных изобретателей роботов собрались на 4-й городской конкурс по робототехнике. Победители будут представлять Караганду на международном фестивале робототехники Роболэнд 2019. Вместо суда теперь можно будет обращаться к нотариусу. С 3 февраля вступают в силу изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. В Карагандинском областном суде провели специальный семинар. Карагандинские медики зафиксировали 14 случаев заболевания корию. Это данные с декабря прошлого года. В 11 случаях заболели дети до 14 лет. Болеют в основном дети в возрасте до одного года, не имеющие вакцинацию против кори. В настоящее время Казахстан окружен странами, где наблюдается вспышка заболеваемости корью. В Карагандинской области заболевания регистрируют с декабря прошлого года. В Департаменте общественного здоровья заявляют, что болезнь пришла из-за границы. Всего зарегистрировано 14 случаев. Состояние больных удовлетворительно. 10 человек получают лечение в областной инфекционной больнице. Болеют в основном дети до одного года, не прошедшие вакцинацию. Стоит отметить, что вакцину против кори делают в один год и в шесть лет. Сейчас в министерстве ставится вопрос о вакцинации именно детей 9 месяцев, особенно в тех областях, где регистрация повышенная кори. У нас в области данный вопрос пока не состоит. Но все, кто не привился, все-таки должны привиться. Кори – это очень высококонтагиозная, очень летучий вирус вызывается вирусом. Хочется сказать, что даже при регистрации в одном, допустим, в доме, мы всегда наблюдаем за... Медицинское наблюдение устанавливается за контактными, которые проживают во всем этом подъезде. Сегодня повышенная регистрация кори отмечается в городах Астана, Алматы, Акмолинской области. В остальных регионах страны единичные случаи отмечают медики. Действенной меры профилактики является вакцина. В этой связи врачи в очередной раз обращаются к родителям с призывом позаботиться о здоровье своих детей. На сегодня родители, которые по каким-то причинам отказывались от прививок либо пропустили свою прививку, должны для уточнения своего прививочного статуса обратиться в поликлинике по месту жительства к своим участковым врачам и уточнить наличие вакцинации. Если нет вакцины, особенно вот эти целевые группы, то необходимо привиться. Еще одной мерой профилактики является отказ от посещения мест с массовым пребыванием людей. И уж точно отказаться от посещения государств, где наблюдается эпидемия кори. Это Украина, Грузия, Кыргызстан, некоторые страны Европы. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Около 400 юных изобретателей роботов собрались на четвертый городской конкурс по робототехнике. 178 команд из 57 организаций образования Караганды будут соревноваться по 17 номинациям. Победители будут представлять Караганду на Международном фестивале робототехники «Роболэнд-2019». Образовательная робототехника прочно вошла в учебный процесс карагандинских школ. На сегодняшний день в 33 организациях образования города функционируют лаборатории робототехники. Более 150 педагогов прошли специальные курсы повышения квалификации. Нынешний конкурс уже четвертый по счету. В нем участвуют разработки, созданные школьниками самостоятельно, модели роботов, роботизированные устройства. «Вообще робототехника развивает очень много качеств различных. Это от мелкой моторики при сборе самого робота, и его же надо собрать правильно, до понятия механики, до физики, как это все устроено, кто кого перетянет, кто кого передавит. Там они используют и различные моторы, и различные колеса, и различные шестерни. Кроме этого используются различные датчики, которые позволяют и двигаться по линии, и исследовать почву, и воздух. То есть все это очень и очень нравится детям». Участники соревнуются по 17 номинациям. Это исследования по линии, и механическое сумо, и робофутбол, и многое другое. Команда школы-гимназии номер 38 намерена продемонстрировать свои навыки в конкурсе «Лего-Ведо». «У нас в первой части сначала мы делаем сами проект, который нам дают. Второй нам раздают карточки, по которой мы должны собрать сами работу. И в третьей части мы вместе собираем одну работу. А это что такое? Это «Лего-Ведо». Первая часть. Учащиеся карагандинских школ занимают призовые места на областных, республиканских и международных конкурсах. Организаторы заявляют, что образовательная робототехника направлена на приобщение детей и подростков к техническому творчеству, развитию навыков конструирования, моделирования и программирования. «Главное – знание, умения и навыки ребенка, как он быстро сориентировался в ситуации, как он смог перепрограммировать своего робота на эту ситуацию, как он поправил его механику. Здесь очень много важных и полезных вещей, которые ребенок может сделать сам». По итогам конкурса лучшие работы в каждой из номинаций будут награждены дипломами отдела образования караганды. Школа, завоевавшая наибольшее количество призовых мест, будет награждена кубком «Лучшая команда». В этой же школе пройдет следующий городской конкурс. Кроме того, победители будут представлять Караганду на международном фестивале робототехники «Роболэнд-2019», который состоится в областном центре ровно через два месяца – 29 и 30 марта. Андрей Теноман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Азакаровском районе Карагандинской области не все населенные пункты охвачены широкополосным интернетом. Имеются неактуальные сведения в государственных базах данных. Это может стать серьезным препятствием к внедрению всеобщего декларирования о доходах. Такое заявление сделал министр финансов Алихан Смаилов. Тем не менее, в Казахстане не будут откладывать внедрение налоговых деклараций. Казахстанцы высказываются против сдачи декларации о доходах и имуществе. 80% опрошенных сельчан не хотят раскрывать эти данные. Такие результаты показало пилотное декларирование, проведенное в Азакаровском районе Карагандинской области. В Министерстве финансов планируют усилить разъяснительную работу. Информацию о заработке и недвижимости в стране начнут собирать уже в следующем году в рамках одной большой компании. Во-первых, налоговая декларация сама была уменьшена с 15 листов до 2 листов. Снижена административная ответственность за несвоевременную и недостоверное предоставление информации. Увеличены пороги декларирования наличности и так далее. Много вопросов было решено. Вместе с тем, мы по итогам пилота в Азакаровском районе в прошлом году по декларированию увидели наличие ряда проблем, которые будут препятствовать всеобщему декларированию с 1 января 2020 года. Среди основных проблем – отсутствие широкополосного интернета во многих сельских населенных пунктах, а также неактуальные сведения в государственных базах данных. По итогам прошлого года было выявлено более 5 миллионов различных ошибок. Чтобы компания была максимально эффектной и успешной, в Минфине рассматривается этапность ее введения с учетом всех технических возможностей. Но откладывать внедрение всеобщей декларации не будут, заявили в Министерстве финансов. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Вместо суда теперь можно обращаться к нотариусу. Но только лишь в том случае, когда речь идет о бесспорных делах. С 3 февраля вступают в силу изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. В Карагандинском областном суде провели специальный семинар. С 3 февраля в силу вступают изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства. Серьезные изменения коснулись судебной системы. Многие гражданские дела теперь будут рассматриваться в так называемом приказном производстве, а некоторые и вовсе передаются на рассмотрение нотариусам. В суде отмечают, что от этого выиграют в первую очередь граждане, поскольку государственная пошлина у нотариусов ниже, чем в суде. Кроме того, обратиться можно к любому нотариусу, коих в городе сотни, в отличие от судей. А исполнительная надпись будет иметь такую же силу, что и судебное решение. Есть, конечно, определенные процедуры, о которых мы сегодня разговаривали. Как это будет происходить, какие вопросы у нас могут в практической реализации быть, будут, какие вопросы, как мы должны разрешить. Но я думаю, что к 3 февралю, когда закону уже вступит в действие, мы эти вопросы разрешим и начнем полноценно работать. Еще одно важное дополнение касается работы банковского сектора. С 3 февраля всем казахстанским банкам запрещено будет снимать проценты за кредитование обслуживания. В этих целях предусмотрен запрет банкам на установление и взимание комиссии по договорам о выдаче банковского кредита, не связанного с предпринимательской деятельностью, а также зачисление долга на банковский счет и взимание комиссии заведения банковского счета. Сделано это в целях предотвращения искусственного увеличения долга заемщика. Андрей Тенайден, Жакан Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И еще об одном. Мобильный лестничный ступенькоход, органический комплекс удобрений на основе биостимуляторов и еще многое другое. Студенты Караганды представили свои лучшие работы. Выставка стартап-проектов прошла в рамках областного форума студенческой молодежи Сарархажа Стара. Мобильный лестничный ступенькоход для подъема инвалидных кресел звучит весьма многообещающе. Данное устройство позволит людям с ограниченными возможностями беспрепятственно преодолевать лестницы как в организациях, так и на улице. По словам автора проекта, для разработки этого устройства не потребуется много времени. Буквально полгода и можно выпускать готовый продукт. С этим проектом Павел Ивачев не раз участвовал в различных конкурсах и занимал призовые места. Начав этот проект менее года назад, я уже собрал три прототипа, подал один патент. И на этот патент уже прошла формальная экспертиза. То есть я готовлю проект на коммерциализацию. Я хочу заниматься решением проблем людей с ограниченными возможностями. И начав с решения данной проблемы, очень важной проблемой, как я считаю, и считают люди из общества в поддержке людей с ограниченными возможностями. В рамках форума также состоялось торжественное открытие студенческого клуба «Жарасым». Клуб ведет свою работу при Ассамблее народа Казахстана. Его целью является формирование у молодежи социальную и гражданскую активность через личностный рост каждого молодого казахстанца. Председатель республиканской организации «Жарасым» Тимур Джумурбаев обещает множество разноформатных мероприятий в рамках Года молодежи. И очень символично, что это мероприятие проходит в рамках таких масштабных мероприятий, которые идут в рамках открытия Года молодежи. И сегодня здесь по инициативе руководства университета, по инициативе самих студентов Карагандинского медицинского университета, проходит открытие такого клуба. И это очень важно, что можно открытие сегодняшнего клуба считать символическим стартом Года молодежи Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области. Мероприятие завершилось вручением благодарственных писем от Ассамблеи Карагандинской области и концертной программы. Ассамблеи, присутствующие на форуме общественники, единогласно отметили, что в первую очередь проводимые мероприятия должны отвечать на конкретные социальные запросы молодежи. Мульдир Нурлан Кызы, Айден Жакан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин